Здравствуйте! В сегодняшнем видео продолжаем изучать сицилианский дебют слона. Будут продемонстрированы партии, сыгранные по переписке. То есть это адванс партии. И вы увидите, что ход слон c4, который играется как бы антисицилианка, которая не такой уж и плохой, то есть можно партии и выигрывать. Давайте начнем. Итак, первая партия. e4, c5, слон c4, d6. Соперник выбирает развитие по Найдерфу. c3, вот этот важный ход, который подчеркивает другую идею, отличную от идеи Адольфа Андерсона, который мы смотрели в предыдущих видео. То есть, теперь давайте посмотрим, как могут события развиваться дальше. Конь f6, d3, конь c6, слон b3. Слон заранее отступает на поле b3, чтобы перейти затем на удачное поле c2. И опять же, так же, как и по Андерсону, угрожать пункту h7. e6, черные решают развиваться по, теперь уже, схевингенскому варианту. Как видите, закрытая структура, никто не сжигает за собой мостов. d5, агрессивный план Алехина, здесь, в этой партии, не продемонстрирован. То есть, в принципе, проблем с белым, черные пока не поставили. Что было дальше? Конь f3 развитие, слон e7, слон c2, b5, d4, cd, конь бьет d4, конь бьет d4, cd. Итак, у белых образовалась связка пешек d4 и e4, которые контролируют центр. То есть, можно сказать, что дебют у белых удался, можно так сказать. То есть, проблем не видно. Слон b7, f3, рокировка, слон e3, a6, рокировка, ладья c8, a4. Б4, начинается игра по ферзевому флангу белыми, в отличие от игры Андерсона, который играл на королевском фланге. То есть, вот эту идею тоже, оказывается, можно играть и на ферзевом фланге белым. b4, конь d2, ферзь c7, слон d3, h6. Ну, можно было сделать какой-то другой ход вместо h6, но не увидели никакого плана черный, поэтому решают просто сделать форточку, отдать инициативу белым. Белые этим воспользовались. a5, ферзь c6, ферзь e2, ладья a8. Ладья с a8 перешла на c8, а теперь с c8 перешла на a8. Вот такие загадочные адванс шахматы. То есть, компьютер тут был, видимо, плохим советником для черных. Ладья f на c1, ферзь d7. Ну, как видно, увидели они идею, что белые встанут на линию c, открытую, и поэтому загадя защитили пешку a6, ладьей a8. Вот, в принципе, идея хода c8 на a8. Итак, что было дальше после хода ферзь d7? Конь c4, конь направляется на отличнейшее поле b6. Сейчас угрожают белой вилкой. Надо от этого защищаться. Слон d8, и все равно конь b6, слон b6, а b. Теперь у белых образовалась пока еще не такая мощная, но уже очень сильная пешка b6, которая может пройти в ферзи. Итак, что было дальше? Ладья f на c8, не давая белым развернуться атаку через ход ладья c7 с идеей выигрыша слона b7. Ладья бьет c8, ферзь бьет c8, ладья c1, белые захватывают линию c, ферзь b8, черные защищаются на последних рубежах. d5, важный ход, ограничивающий работу слона, и теперь включается в игру чернопольный слон белого. e5, размены были невыгодны, поэтому приходится запирать игру. Ферзь d2, a5, слон b5, конь e8, ферзь c2. Ну вот как видим, уже сейчас белые фигуры просто доминируют по открытой линии c, и остается только, найдется у них добивание. И оно у них нашлось. Итак, смотрим дальше. Ферзь d8, слон c6, ход подчеркивающий, то есть выбивая последнюю структуру в защите черных, ладья c8, ладья a1, b3, отчаяние, ферзь c4, конь f6. Перспектив у этого коня никаких нет, поэтому конь направляется на f6, то есть игры черные уже не имеют, контргеры, то есть они в глухой обороне находятся. Ладья бьет a5, конь d7, ферзь b5, слон бьет c6, dc, теперь после этого размена образовались связные проходные пешки, которые и решают судьбу этой партии. Конь c5, ладья a1, ферзь e8, слон бьет c5, dc, b7. И после этого хода черные сдались, потому что угроза на движение пешек неотвратима. Теперь посмотрим следующую партию. Вот так можно выигрывать в этом дебюте. Итак, следующая партия, игранная сицилианским дебютом слона. e4, c5, слон c4, e6, ферзь e2, конь c6, хочу подчеркнуть важность этого хода ферзь e2 в данной позиции. Он предотвращает немедленный ход d5 черных. То есть, основную идею Алёхина, как мы помним из предыдущих видео, Алёхин во всех трех партиях продвигал d5 и выигрывал. То есть, контрыгра черных с ходом d5, самая такая быстрая после хода ферзь e2, тормозится. Конь c6, c3, слон e7, слон b3, d5, e5, вот в чем идея. То есть, никто не собирается размениваться на d5, ставится клин, вбивается клин, пешкой e5. Ферзь c7, конь f3, b5, рокировка, слон d7, d4. Подкрепляется пешка, e5, получает защитника на поле d4, c4, черные решают запереть игру на ферзьем фланге. Слон c2, b4, переходит в контратаку на ферзьем фланге. Слон d2, a5, b3, cb, ab, ферзь b6, слон e3, bc, конь c3, конь b4, слон b1, ладья c8, ладья c1, слон d8, конь g5, конь c6, h4, неожиданно белые после игры на ферзьем фланге переходят к раскачке обороны черных на королевском фланге. То есть это вот типичная такая полномасштабная игра. Слон бьет g5, hg, конь b4, конь вновь возвращается на поле b4, не зная что делать. Черные, можно сказать, что стоят и ждут, что предпримут белые. g3, конь e7, король g2, ладья b8, ферзь h5, ладья c8. Как видим, черные просто стоят на месте, не знают, что предпринятен. То есть вот крепкость позиции белых не вызывает сомнений здесь. Конь a4, слон a4, ладья бьет c8, конь бьет c8, g6, fg, слон бьет g6. Слон вышел из засады и наносит вот такой эффектный удар. Король d7, bа, конь e7, слон b1, ферзь b8, слон g5, ферзь e8, ферзь g4, h6, слон d2, ферзь f7, слон бьет b4, а, b. Теперь образуется проходная пешка на ферзь фланге у белых, ферзь e2, ладья f8, f4. Ход f4 тормозит контр-игру черных по полуоткрытой линии f. И теперь сложно что-либо предложить черным, но заслуживал внимания все-таки решиться на ход g5 с тем, чтобы все-таки навязать хоть какую-то игру. Ладья b8, a5, пешка пошла в ферзи, конь c6, слон d3, король d8, f5, белые сами готовы играть против черного короля, застрявшего в центре. Конь бьет d4, ферзь f2, эффектная связка, которая и решает судьбу партии. Конь бьет f5, a6, пешка уже становится еще более грозной, d4, пытаясь заткнуть дыры, чтобы ферзь не мог так легко проникнуть на ферзевый фланг. Конь бьет f5, ef, ферзь f3. Вот здесь следует обратить внимание, что если брать ферзем, то просто следует, ферзь бьет d4, и с немедленной уже игрой, связанной с пешкой a. То есть она двигалась бы еще дальше вперед, и ее проводили ферзи. Поэтому черные не пошли на это, ef, но это их также не спасло уже. Ферзь f3, ферзь a7, ферзь бьет f5. Итак, белые сами заняли линию f и оголили черного короля. Ферзь c5, a7, решающий ход, ладья a8, ладья становится на неперспективную позицию, и следует завершающий тактический удар ладья a6, тихий ход, который включает в игру ладью. Теперь ладья с поля d6, и ферзь d7 уже неотвратима угроза либо мата, либо выигрыша ферзя. Черные сдались. Теперь посмотрим следующую партию. Играны этим дебютом, где белым вновь удалось победить. e4, c5, слон c4, e6, ферзь e2, конь c6, c3, g6, конь f3, слон g7, рокировка, конь ge7. И обратите внимание, новая расстановка фигур не совсем, можно сказать, удачная, потому что образуются слабые черные поля. Пешка e6 и g6 создают слабости. Но, тем не менее, это надо еще доказать. Итак, что было дальше? Слон b3, так же все по лекалу. Слон отступает заранее, загадя на b3. Рокировка d3. Ну вот, в чем, как бы, плюс такого развития для черных? То, что не допустили хода продвижения пешки на два поля. То есть, d2, d4. То есть, слон чернопольный не дает это сделать продвижение так легко, поэтому приходится ходить просто чуть спокойнее. d3. d5. Итак, контратака пошла черных. Самая основная, связанная с ходом d5. e5, вновь, не размениваясь на поле d5, а просто подчеркивая слабость черных полей около короля. d4. Черные ходом d4 контратакуют, не дают завершить белым подкрепление пешки e5. Запирают центр, вводят свой клин, поэтому игра идет на встречных курсах. Слон g5, подчеркивая слабости, h6, слон бьет e7, ферзь e7, cd, cd, ферзь e4, ферзь c5, ладья e1, b5, конь b на d2, слон b7, ферзь f4, a5, конь e4, ферзь e7, a3, a4, слон a2, b4, слон c4, выбираясь из окружения, g5, черные также играют масштабно ходом g5, они только что играли на ферзьем фланге, теперь они играют на королевском, то есть вновь мы видим полномасштабную игру по всей доске фигурами уже во второй партии подряд. подряд. Ферзь g3, bа, bа, ладья a5, конь ed2, ладья b8, слон a2, ладья c5, конь e4. ну вот как мы видим, у белых на этом отрезке наступил небольшой ступор, то есть не видно было продолжение атаки, как атаковать позицию черных, то есть свои минусы, то что надо очень много сил уделять поддержанию пешки e5, у белых тоже как бы присутствует минус, и слон все-таки упирается в крепость пешку e6, которая подкреплена пешкой f7, поэтому такой активной контр-игры, атаки вернее, навязать белые не смогли в этой партии, поэтому ход конем вновь следует. То есть можно было здесь форсировать ничью, но черные не хотят ничьей, то есть они продолжают играть дальше. Ладья b5, слон c4, ладья b2, ладья a на b1, слон a8, ладья бьет b2, ладья бьет b2, h4, чтобы атаковать все-таки короля черных, то есть не дать занять всю доску черным фигурам, приходится идти на такой ход h4, gh, ферзь g4, король h7, ферзь f4, кони a5, вот это вот была ошибка со стороны черных, они не предусмотрели вот такой эффектный удар, как слон бьет e6. Выясняется, что после этого хода позиция белых выиграна, то есть ход конь a5 оказался ошибочным. f, e, конь f6, шах, слон бьет f6, еф, ферзь f7, конь e5, все фигуры белых в атаке, ферзь g8, конь g4, угроза мата на h6, ферзь g5, ферзь c7, заходя с другого фланга. Черные сдались. На этом все. Спасибо за внимание.